Берёт Аллат Шамана в свою первую игру. Ну а Штан удачно начинает со своей любимой, наверное, колоды. Это Мали Рога. Нужен здесь очень хороший старт, чтобы хорошо играть с Шаманом. На самом деле это положительный матчап для Шамана. Посмотрим, сможет ли Штан реализовать полностью свою колоду. Оставляет бэкстеп на раннюю игру. Пират уже есть. Ну и Синистер Страйк, который в будущем сможет дронить тебе карту под аукционерами. И, кстати, ещё приходит верь, что немаловажно. Старты в руке у Аллада есть только тотебный голем из ранних дропов, которые он может сыграть на первом ходу. Нету ни пушки, нету ни трога. Ну и, наверное, рассчитывал Аллад на какое-то дополнительное существо, чтобы его зачистить при помощи молнии. Ну и, в принципе, ход 3-4 через монетку очень сильно. Не все дорога может с ним справиться. И посмотри, что принёс пират для Штана. Это призыватель туманов. Достаточно неплохая кашта сама по себе. Но так ли много существ в колоде у Штана, чтобы этот призыватель реализовался на полную? Ну и смотри, Синистер Страйк отправляется именно в активацию серии приёмов, чтобы можно было забрать топтемпы либо маны. Он очень сильный, на самом деле, старт от Штана удачи. Есть у него ответы на все карты Аллада. Понимает Штан тот факт, что чем дольше простоит этот тотембр либо маны, тем больше шансов будет у Аллады выиграть его. Тем более вариативна будет рука, и тем быстрее он будет находить ответы на все угрозы разбойника. Именно тут отравляющий укол приходит Штан у Стабдека. Сразу он его разыгрывает, чтобы перебрать колоду, добрать карты, и Талнос уже не будет играть на этот ход. Штан даже не будет ударяться пушкой. То есть, по факту, возможно, даёт информацию Алладу о наличии комбы Талнос плюс Вейер Клинков. Эта комбинация сейчас, скорее всего, будет сыграна. Нет, он хочет начать с Мист Коллера. Знаешь, почему с Мист Коллера? Конечно, чтобы набафать те существа, которые уже у тебя есть. И знаешь, что интересно? Вот механика Призывателя Туманов. Будет ли существо из Барнса набафано? Ну, на самом деле, нет, не будет. Это же всё-таки копия. Это копия, а не само существо. Даже если бы призывалось само существо, оно было бы не разбафано. Объясню механику Призывателя Туманов. На Призыватель Туманов написано, все существа в руке и в колоде получают плюс один, плюс один. Но на самом деле это не так. Плюс один, плюс один получает только существа у вас в руке и только существа, которые вы тянете из колоды. Об этом Дискальс Толст еще говорил. Он, по-моему, этот самый клип сделал, в котором рассказывается эта механика. Ну и Талнус 2-2 уже выглядит достаточно серьезно. И Таурисан 6-6, и Барнс 4-5, да и Пират Прайдоха 2-2 очень сильно выглядят. Очень приятная карта оказалась для Таурисана, был момент ее выставить. Ну и сейчас этим сильно, это даст ему очень большой темп в итоге. Император Таурисан 6-6, Пират будет 2-2. Но надо как-то, каким-то образом чистить стол, да. Уничтожает. Тут нет других вариантов. Я думаю, сейчас у Аллады будет хороший восьмой ход. Ставим Рагнароса. Убиваем Таурисана, хорошо, не будет Таурисана. Попадаем в лицо, хорошо, оппонент на одном хп. Да, на самом деле Рагнарос это тот самый вин кондишен. Более, есть уже элементаль огня в качестве взрывного демеджа. Ну и посмотрим, куда стрельнет Рагнарос, попадает Таурисана. Хуже, чем если бы попал в лицо. Да, безусловно. Нужно играть Пират Прайдоха. За 0 ман и 2-2, который приносит тебе карту. Гремящий элементаль, но очень... Ну нет других вариантов, да, действительно, у штанок, как играть этого гремящего элементаля. Нужно сначала сапнуть, потом сыграть лазурного... Хотя... Ну нужно играть лазурного дракона здесь, либо Барнса, да. Да, Барнс тоже боевое клич, но есть вероятность, что умрет Харрисон. А если не умрет, то у него отборится и Виссарейд. Не умрет, я могу обмотать их в любом случае. Да, это не умрет. Я не умрет. Я могу обмотать их в любом случае. Здесь умирает именно Барс. Я думал насчет варианта отправить элементаля в лицо и попробовать убить Рагнароса. Но вряд ли... Но не будет пытаться именно таким способом, именно с помощью такого... Таких ходов выигрывать игру... Аллат. Не будет пытаться ролять Рагнароса по максимуму. Ну, сейчас для Рагнароса неплохой ход все еще. У тебя 8 маны, у тебя 3 цели, которые тебя, в принципе, все и устраивают. И лицо устраивает, и лазурный дракон устраивает, и, в принципе, этот гремящий элементаль тоже устраивает. Да, ну, а ладно, в колоде, если не ошибаюсь, нет лакира. Уже была сыграна одна молния, и был сыгран один элементаль. То есть из этого нового дэмэджа у тебя осталось, по факту, только 2 пушки и 1 молния. Это 3 к 12, вероятность 25% найти к следующему ходу. Не знаю, насколько хорошим был этот ход. Да, вероятность достаточно высокая. И это при том, что с учетом 33% попадания в лицо Рагнароса, слишком много условий не решается на такой Аллат. И просто надежно играет, выставляется на стол в очередной раз. Ну, а когда ты еще лучше используешь Рагнароса, чем прямо здесь, прямо сейчас? Ой, еще лицом приходится получать. И вот сейчас уже может быть серьезно. И вот сейчас у тебя 25% на победу в игре уже сразу же. Возможно, отыгрывал вокруг 2-го сапа. Тут нужно ставить Рагнаросу, Рагнароса, Алладу. На следующий ход штан может нанести 7 урона со стола, плюс коварный клинок 8 и Синистр Страйк будет еще 9. Это буквально один офф. Нет, надежно все-таки играет Аллада. Пытается оставить оппоненту минимальное количество существ. Если сейчас не получит ни одно существо штан, то, естественно, здесь в ход пойдет Малегас для того, чтобы защитить свое лицо от Рагнароса. Ну да, Малегас и Синистр Страйк. Ну, Синистр Страйк можно... Нет, решает не отдать. Не отдавать. Ну, 50-50. Да, Синистр Коварный Удар не отдает штан, просто чтобы была активация под шуру. Ну и опять 50 на 50. Смотрим, куда стреляет Рагнарос. Малегас и попадание. И все еще, все еще шансы есть. 8, 13, 14, 16 урона только есть у штана. На секундочку, один офф. И у Рагнароса сейчас все еще есть шансы убить оппонента. Или если в топдек нет вторую молнию, либо какой-нибудь урон, например, пушку, то может убить с помощью лазурного дракона, точно будет ставить лазурного дракона, а лад искать этот урон. У него Страйк очень много всего здесь. Барнс. Барнс это не то, что тебе нужно. Тебе нужно ставить лазурного дракона, искать молнию, искать пушку. Талнесс тоже не то. Единственное, что можно сделать, это попробовать убить агента Шервой, оставить себе 33% на победу. Барнса можно поставить, но Барнс тебе тоже мало что принесет. Можно тотем поставить, опять же. Тотем, Талнесс и молнию. В Малегасе причем все это пойдет. 6 единиц урона молния выдаст. То есть получается 1 офф. Теперь уже у Аллада. Ну и опять Рагнарос 33%. О, боже мой, не попадает. Какая беда, какая печаль для Аллада. Мне кажется, Рагнароса можно было еще тем ходом ставить, когда вот он только сапнулся и вернулся в руку. Коман, Аллад не меняет свою колоду. Портал, молния... Ага, оставляет только портал у нас. Штан пытается найти какую-то агрессию, какое-то давление. Не находит... Хороший старш для Аллада. Там хотелось отметить, что есть и призрачные когти, и тотемный голем. Это очень сильный старт. И, кстати, находит штандачу своего тотемного голема. Вряд ли он будет его играть через монетку, да. Потому что прекрасно понимает, что молния плюс удар призрачных когтей убивает его голема. Попробует здесь получить что-то с портала, точнее, какой-нибудь тотем. Неплохой тотем, нельзя будет убить голема через всадника, нельзя будет убить его через пушку, но можно будет убить через портал. Да, скорее всего, придется здесь отдать портал штану. Нет, хочет он побольше value с этого портала получить, приходит тотем в него воздуха, это неплохо. Ну и у Аллады достаточно неплохой ход, это призыв тотема и тотем языка пламени. Самый плохой вариант тотема, на самом деле, 1-1, который умрет с портала водоворот. Проблема в том, что нужно опять искать СПД. Нет, пришел тотем 1-1, живет темной чешуи и боевой клич, случайный мурлок у вас в руке получает плюс один, плюс один. Но это существо 2-1. Грозу отдавать на такой стол ты не собираешься ни в коем случае, просто при помощи тотема каменного когтя и пушки забираешь эти два существа. Продолжаешь держать стол. Есть ли какое-то продолжение у штана, только... Ну, много вариантов продолжения, можно сыграть... Да-да-да, серверного всадника, убить тотем. Бесплатно. У нас глубин, пока стоит красный тотем. Да, одно из главных условий победы в этом матчапе, это на халяву забирать тотемы. И вот штан пользуется этим правом, с помощью серебряного всадника забирает красный тотем. Какой сейчас ход предпримет штан? Можно через Fire Element забрать лазурного дракона, через элементарий огня и... Нет, можно забрать, да, можно забрать 1-3 и тотем, тоже достаточно неплохой ход. Опять же, просто на халяву забирает тотемы штан. Ну, кстати, вот Харрисон приходит Алладу. Очень полезная будет карта, как только штан найдет призрачный когтик, потому что Харрисон, скорее всего, подрогает 2 карты. Ой, рецепт, думал, вот это карта. Это не так плохо. Очень сильно. Но нет пока возможности сыграть. Нужно играть с глаз в 6-5, чтобы как-то возвращать себе стол. Кобальт-Геоманта, кстати. Он и Кобальт играет, да, в своей колоде штанна. Да, можно сыграть Кобальта-Геоманта, обилку, грозу и тем самым ты тратишь 7 единиц маны. Через монетку сможешь поставить нечто из глубин. Если приходит еще СПД тотем, то чистишь весь стол. Даже решаешь, что придержать грозу, имея 2 СПД в руке и отдать хекс. При этом оставляет рыцарь громового чёса на столе одного. Ну, понимает, что у него есть гроза и этим дает понять своему оппоненту, что у него есть гроза. Играет еще и вокруг Рагнароса. Каким-то образом сейчас штанн. Он просто показал, что он отдает хекс, и Аллат теперь не боится выставлять Рагнароса, но перегружается на 2 кристалла маны Аллат, и придется ему на следующем ходу играть только рыцарь громового утеса. Только этот ход уложится в кривую маны, а Рагнарос уже пойдет на 10-й ход вместе с призывом тотема. Оставляет все еще один-один рыцаря, понимает, что пока у него в руке есть гроза, этот рыцарь не предоставляет серьезной опасности, в отличие от рыцаря громового утеса 3-6. Да, возможно, даже портал водоворот будет сыгран. Нет, для того, что рано. Отдает маг крови Таунаса. Приходит тотем языка пламени, ну... И второй хекс, скорее всего, придется отдавать штану дачи на 3-6. Приходит молния, но молнией будет недостаточно. Если поймает тотем на... Ой, нет, все. Теперь достаточно пушка плюс молния. Остается у тебя еще и хекс. Просто больше ресурсов у штана осталось, он смог пережить все, что ему предоставил. Аллат в виде существ. И сейчас уже начинает набирать обороты, даже играет духов дикого волка. Харрисон здесь пойдет в драф, молния пойдет в убийство рыцаря Громового Утеса. Не отдает все еще грозу. На самом деле, шаман на шаман это такой матч-ап, в котором надо играть жадно. Надо как можно выгоднее. Надо как можно больше всего забрать с помощью своей хауе. Опять битва ресурсов. У кого будет больше ресурсов, тот и в итоге победит. Будет ли ставить нечто из глубин? Нет, не ставит. Боится, боится ауе, но не создавать вообще никакой угрозы тоже нельзя на самом деле. Штан находит в топдеке второго рыцаря Громового Утеса. И сейчас полностью забирает стол, и при этом еще наносит 4 единицы урона в лицо. Рагнарос, наверное, единственная надежда. 25% на убийство рыцаря Громового Утеса, 50% на убийство либо рыцаря, либо лазурного дракона, если он молнию отдаст в 2-3 тотем. Точнее, в 2-3 волка. Нет, не отдает молнию. Ой, еще и красиво как попадает там. В конец-таки откалибровал Аллат своего урока Роса, теперь он попадает туда, куда нужно, а не так, как это было в прошлой игре. И лазурный дракон 2. Да, просто портал на 4, гроза. Портал на 5 может быть даже на самом деле, если он поставит кобальда. Можно пожадничать Хекс и сыграть портал плюс грозу, но это в зависимости от того, что ты хочешь. Кобальд плюс гроза на 6, точно, на 6 минимум. Монетку держит. Хорошо. На 5. Это не очень приятно, потому что можно было бы сыграть кобальда и... Ага, все-таки решает. Решает отдать портал Моллсторм. 1-1. Ревностный Акалит. Неплохое существо для штан удачи, особенно с учетом того, что у него достаточно большой стол. Портал заготоворот есть у Аллада, нужно ему сейчас даже разыгрывать этот портал водоворот, просто чтобы... Ревностные Акалиты сломались. Портал сломался, точнее, выдает тебе столько ревностных Акалитов. Ну и отправляется тотем прилива манны, срочно нужны дополнительные ресурсы Алладу и хотя бы одну карту этот тотем приносит. Духи Дикого Волка, кстати, неплохо вкупе с тотемом Языка Пламени. А штан в то же время от Абдека и Трагнороса. Точно надо убивать тотем. 4, 6, 7, 8, 9. Может ли он за 105 летал? Да, может убить тотем и Лазурного Дракона плюс тотем Гнева Воздуха пойти в лицо. Ну это достаточно такой опасный мув. 1 к 4 у тебя остается вероятность убить существа. Но Рагнорос в любом случае ты убиваешь 0,3 прямо сейчас и Рагнорос будет стрелять либо в лицо, либо в существенном столе. Но это логично, я имею в виду того, что Рагнорос будет стрелять в слабых существенном столе. Но решает штан максимально сильно зачистить стол. Да, уже убивает ревностного Акалита, потому что тотем 2, 2 все равно разменивается с Волком 3, 1. Не тотем, что 2, 2, что 1, 1. Все равно разменивается с Волком. И в лицо. Рагнорос. Но точно чего хотел. Штан, но тут Табдекает сглаз Аллат. Сглаз Аллат прозвучало как Глаз Алмаз. Дух Дикого Волка, тотем языка пламени. Выходит, надо убивать второго Дикого Волка, второго Дух Дикого Волка, потому что может предменяться бесплатно на первый дух. Именно-именно отдаст ли сглаз штанг ради хорошего. У оппонента нет ресурсов, у тебя остался тотем языка пламени. Ты можешь справиться фактически с любой оставшейся угрозой оппонента, а оставить как можно больше существ сейчас очень важно. Да, действительно, осталось всего лишь 6 нездоровья у Аллат. Гроза нужна. Ой, портал. Смотри, СПД тотем. Заказ тотемов СПД. Чего ж ты возьми, это не СПД. Ну, в любом случае, разница была лишь в том, что забирался еще Кобальт и забирался еще тотем Гнева Воздуха. Но все еще может, может сейчас Аллат вернуться в эту игру с хорошими топдеками. Топдек, например, Лазурный Дракон, плюс что-то еще, например. Или топдек Грозы. Нет, топдеки от того же самого Рыцаря, Тотемного Голема. Тотемного Голема, Кагаштан. Пойдет Кобальта. Пойдет топдеков. Да. Рагнарос у обоих вышли. Но есть Барнс. Неплохо. Огромнейший Барнс опять. Ох, ох, ох. Вот красный тотем это именно то, что очень хотел. О-о-о. Понятном ХП. Рыцарь Громового Утеса. Это именно то, что хотел бы видеть Аллат. Там тотем нужен ему. Тут в любом случае Аллат трейдит весь стол. Таун Тотем особо не помогает. Таун Тотем помогает пережить пушку, которая может топдекнуть. Да, у Аллада, у Штана, я не помню сколько молнии вышло. По-моему только одна. Но две пушки все еще есть. Одна пушка есть еще в колокоде у Штана. Трейдится со всем, что может убить Таун Тотем. Сейчас Аллат сидит на одном ХП. Тотем приливоманы. Это достаточно хороший топдек. Ты не убиваешь его прямо сейчас, но ты получаешь две карты на следующий ход. И приходят когти. И надо Тотем каменного когтя. Желательно оставлять на максимуме ХП. Но ты знаешь, может рискнуть сейчас Аллат и пойти все в лицо. Ну нужно... Нет. У тебя на самом деле ход точно будет летал. Если только Штан не найдет грозу. Даже если Штан не находит грозу, то все равно очень много урона. Талмаз. И все-таки это победа Аллада. Счет 1-1 в противостоянии шаманов. У Мага не берет Штан удачи Дискард Лока. Темпа Магу, чтобы в такой игре выиграть, нужен очень хороший старт. Может он найти Монозмея, Чар Стрелы, Фрост Болт. Сейчас если он сможет это все найти, то у него все будет замечательно. Нет, находит Фейерболт, Флэмстрайк. Не очень хороший старт у Темпа Мага. Не скажу, что хороший старт у Штана удачи, если он начнет без первого дропа. А начинает он именно без первого дропа. И это дает Алладу шанс сейчас самому начать диктовать игру. У него есть два вторых дропа, которые будут сыграны через монетку одна за другой. Действительно, Штану сейчас придется играть черного археолога. Не знаю, что он хочет с него найти. Ну да, действительно, просто первый дроп, крестьянин Сквайр. Берет, кстати, Сквайра. И имгангбосс тоже приходит к Штану. Будет ли размениваться? Нет, не выйдет в этом смысле. Нет, зачем, зачем. Дает Штану такое право выбрать, какую из девочек он не хочет видеть на этом столе. Штан абсолютно грамотно выбирает СПД. Но при этом приходит второй СПД, который точно отправится вместе с Фрошболтом в имгангбосса. Умрет один-один-бес. И ты знаешь, пока что все идет очень хорошо у Аллада. Да, действительно, есть очень неплохой стол. А тут еще второй Думгвард приходит для Штана. У него не так много карт в руке. Вероятность того, что один Думгвард скинет второго, очень велика на следующий ход, если он будет его развивать. О, какой топ-дек от Аллады. Если сейчас Чарстрелы попадут идеально, можно почти весь стол расконтролить, отдав только Талнаса. Чарстрелы очень неплохо попадают. Вспышка огня добирает вес. И даже не видит смысла отдавать Талнаса. Ох, давай, два Голема. Нет, Голем и Голема второй Страж. Было бы два Голема, была бы изи победа. Фырбал сейчас, скорее всего, полетит. Очень важно, что уже есть Флэмстрайк в руке у Аллада. То есть он может не бояться Сталана на следующий ход. Тем более на шестой ход есть Лазурный Дракон плюс Чарстрелы вспышка. Ты убьешь этого Голема, который станет сейчас 4-4 из-за защитника Аргуса. Не получит лишнего урона, убьет по сутку. Два Стража Ужаса вышли. Две самые сильные угрозы в колоде у сброса лока уже вышли. И это самый потрясающий момент в этой игре для Аллада. Именно, но тут есть какое-никакое продолжение у Стана Удачи. Должен он понимать, что не так много ХП у него остается. И, кстати, даже... Нет, разменится Лазурного Дракона. Надо размениваться, надо. Может сейчас попробовать продравиться. Аллад. И играть Волну Огня на следующий ход. Да, он действительно ждет. Забирает много карт через Интеллект Чародея, через книгу. Кстати, Конус Холдин. Конус Холдин. Это очень хорошая карта против Дискард Лока, я тебе скажу. Без Молчезара. К сожалению, не получает у нас сброс штамм удачи. Будет ли играть вокруг... Ух ты, интересно. Будет ли играть сейчас вокруг Флэмстрайка? Нет, не будет играть. Он просто будет спамить стол и надеяться, что... Надеяться, что все выживет. У него нет возможности играть вокруг Флэмстрайка. Если ты играешь вокруг Флэмстрайка, то ты не выставляешься банально. А это... Ни к чему не приведет ни к чему в итоге. Да, ученик-чародей Флэмстрайк плюс... Ужила же, чаш, зрела. Не оставляя Дискард Локу никаких абсолютно шансов. Еще и в лицо. Ученица не продамажена, но шансы очень большие, что умрет. Все, нет. Не умерло стандартные стрелы. Стандартные стрелы Синеда, как их называют в народе. Ладно, как я их называю в народе. Алхимик даже здесь приходит. Можно было бы попробовать сбросить Алхимика на самом деле. И попробовать достать другую кашту. Ой, еще и Размен идет здесь. Может поставить Рагнароса. Ну конечно, может быть, и Размен. Нет, не будет. Нет, надежно играет. А, ну в смысле Рагнароса. Да, Фаербол. Нет, можно, да, можно, конечно, было поставить Рагнароса, но решает с Фаербола все-таки надежно убить своего оппонента. Оппонента Аллад счет становится от 2 друиды. И здесь кому как зайдет. Мирор, Мирор, уже видим мы буйный рост в руке у Аллада. Не скажу я этого, тоже того же самого неудачи. И видим мы и Йоксарон у Аллады, что тоже немаловажно. Конечно, уйдет Йоксарон у нас здесь на мулиган. Конечно, думает над гневом Аллад. То есть Йоксарон точно уходит, остается 100% буйный рост. Мне кажется, это не тот матчап, в котором тебе гнев понадобится. В ранней руке, и с одной полностью согласен Аллад, сбрасывается гнев. Максимум гнев может сыграть под Майер Кипера, но это достаточно редкая ситуация. Тем временем, чуть больше мне нравится рука у Штана из-за количества ресурсов и из-за того, что он получил нуриш. И с другой стороны, мне нравится рука Аллад тем, что у него есть буйный рост. Но у Штана есть нуриш, который он может пустить сейчас в кристаллы. На, ну если ты сейчас пускаешь нуриш в кристаллы, то ты по факту остаешься без добора. Один гнев, это не то, что ты хочешь видеть в Мироре друидов, где добор крайне важен. Но он находит дар природы Аллада. Можешь сейчас сыграть статую Уорона. Даже буйный рост бы неплохо будет смотреться. Мунфайр. Можно взять еще один Мунфайр под Маллигаса, тем более Маллигас уже есть в руке. И следующим ходом у него точно пойдет дар природы. Посмотрим, что сейчас делает Штан, как он отыграет этот ход. Иннервет, Лазурный Дракон, очень темпово, очень сильно. Нет, Иннервет все-таки нуриш. Хорошо. Он думает сыграть Лазурного Дракона, либо сыграет нуриш. Пятый ход оппонента это либо Лазурный Дракон, либо нуриш. Он должен это осознавать. Ну, Лазурный Дракон в данной ситуации мне больше нравится, потому что, во-первых, нет у Аллада контроля на этого Лазурного Дракона. А во-вторых, ты блокируешь... Нет контроля, но если ты даже играешь Лазурного Дракона, то придется Алладу как-то справляться и этим самым он теряет свой пятый ход. Берет он в кристаллы все-таки этот самый нуриш. Интересно, как в этой ситуации поступит Аллад. Он будет отставать ровно на один кристалл, но у него может быть сейчас плюс три карты. Нет, Алладу точно нужно играть в добор, так как есть хранитель болот в руке. Наверстает он кристаллы манны. Поэтому ничего страшного нет в том, что ты сейчас сыграешь именно в добор. А этот самый нуриш Лазурный Дракон со стороны Штана Удача или все-таки Майерл Кипер думает Штан? Он решает играть в Майерл Кипера. Еще на один кристалл хочет опережать своего оппонента. По хп у них примерно равно. 32 на 28 разница в друид на друид непринципиальная. Инервейд плюс великан один может сыграть сейчас Аллад, но решает он именно все еще не отставать от абонента в разгоне. Не очень хочется просто Инервейд отдавать на одного великана, который стоит все еще 9 манны. Но, кстати, находит второй нуриш Штан. Все у него очень хорошо складывается. Лучше гораздо, чем у Аллада. Тогда можно будет сыграть этих великанов за бесплатно буквально через несколько спэллов. Знаешь, какой ход может быть сейчас у Аллада? Инервейд, Малегас, Корешки и Мунфайр. Да, это на самом деле неплохой ход, потому что ты контролируешь этим ходом стол, но у тебя есть другие пути для контроля стола. И не знаю, знает ли Аллад о отсутствии эмульчирования в колоде Штана Удачи. Думает он насчет натуралайза. Если оппонент пойдет слишком сильный добор, то можно будет сжечь ему карты, можно будет убить ему Малегаса. Но решает не рисковать, потому что одно мульчирование, точнее, один нуриш уже вышел. И все-таки почти согласен со мной, играет Малегаса, но не через Корешки и Мунфайр, а просто Мунфайр и Статуи Ворона. В добор идет, пытается найти он какую-то контролю к Малегасу, но, насколько я помню, у него нет никакой контролю Штана к Малегасу. Да, там нет мульчирования в колоде, поэтому ничего страшного. Поэтому придется просто отдавать все ресурсы со стола, но Алата тем самым по факту теряет свой вин-кондишен. Точнее, Штан теряет. Нет, Алата, именно Алата, потому что как только Штан подконтролит Малегасу, у Алата начнутся большие-большие проблемы. Ну, во-первых, сейчас это будет 7 в лицо, можно будет поставить потом как минимум одного великана, и тогда уже Штану придется одновременно убивать как Малегаса, так и великана, который тоже будет очень много урона носить каждый ход. Да, при этом Мунфайра тебе будет недостаточно, чтобы это все подконтролить. Ну вот Малегас плюс живые корни. Алата, конечно, Малегас со Штаной гораздо меньше проблем составит, так как есть Звериное Неистовство, есть Гнев. Я думаю, мульчирование здесь пойдет, потому что 8 урона в лицо пускать как-то не очень хочется, на мой взгляд. Но тогда при этом лучше мульчирование, тогда лучше мульчирование оставить на другое существо и получить 4 дамаги от Малегаса. Ну, посмотрим, под Рагнарос или под Великана. Ну, посмотрим тогда, как сейчас решит Алат. Да, то есть, ну, мульчирование это не совсем однозначный ход, ты теряешь, да, 8 дамаги в лицо оппонента, но при этом можешь получить всего 4. И потенциальный какой-нибудь Рагнарос или Великан с потенциальным Рагнаросом и Великаном ты очень просто разделываешься на следующие ходы. Ну, смотри, 8 урона сейчас, если не умрет хотя бы один из Великанов, то это уже АГГ. Да. Находит еще одно озарение штан. Так, я не вижу, что ему пришло со статуей Ворона. Озарение, буйнорон, с Звериной Нистоста. На выбор берется у Зверины Нистоста, чтобы получить дополнительную броню, пожить хотя бы еще один ход. Сейчас быстренько перезайдем. Добирает еще один, еще через один буйной рост добирает. Карты пытается найти какие-то ауты на будущее. Ну, очень тяжелая ситуация. Нечем убивать Великанов, совсем нечем. Да, ну вот одно Зверина Нистоста дает 80 брони. Может сейчас АЛЛАТ играть агрессивно, причем может играть он максимально агрессивно. Насколько это можно. И может сейчас... Если он достает второй свайп, то это летал. А у него есть Зверина Нистоста, он уже нашел. А, слушай, да, это же уже летал. Че, что, возьми, какой-то наблюдательный? Я что-то просто сел удобно. Ну вот, и с кайфом наблюдаю за игрой финалистов. Вот. Ну и 3-1 на самом деле, АЛЛАТА. Стартовая рука Уштана, дико хорошая. То есть, через Энервейд Кипер, если он еще достанет здесь, по какому-нибудь Буйный Рост, там, Нуришь, еще через ход Нуришь, это будет очень здорово. Или со Статуи Ворона достать что-нибудь, типа, Буйного Роста второй ход, следующий ход Майер Кипер, Затем Нуришь, и можно уже очень сильно обгонять оппонента по кристаллам. Да, АЛЛАТ просто банально может не найти ответа на всю вот эту вот раннюю игру. Оставляется даже в стартовой руке, кстати. Оставляется даже в стартовой руке, кстати. Оставляется в стартовой руке. ПГХ. Да, ПГХ. Ну и, кстати, тут еще и Война Рост приходит. Да. Шана Удача, стопдека. Пропустит ход АЛЛАТ, Буйный Рост сыграет, скорее всего, здесь Штан, еще и 2 Энервета. Вот смотри, рука у Штана очень сильная, да, есть два озарения. Есть Хранитель Болот, Буйный Рост, Знак Природы. Но если в ближайшие пару ходов ему не придет набор, то это будут очень большие проблемы у Штана. Конечно. Потому что просто придется сжать обилку на 6, 7, 8 кристаллов манны. Через монетку можно поставить Твайлайт Дрейка, что сейчас и делает АЛЛАТ. Когда пойдет в лицо Майор Кипер, можно будет еще похилиться на 4. Плюс 4 к атаке. Разбираемся с Твайлайтом. Очень интересный ход. Очень хороший ход, на мой взгляд. Ну, на правду, потому что очень большие проблемы, вот эти вот, сейчас 2-4-8 приносят для друидов. Ну и тут, наверное, даже стоит, потому что закусок поставили. Я знаю, что я думаю. Вот сейчас может сыграть Штан и Нервейт Малегас. Может, но то на Малегаса будет наложен Сайленс. Но он-то не знает, что там есть Сайленс. Понимаешь, Сол Сифона там не будет. Пока что, пятый ход. Да, да, да. Но Сол Сифона не будет, да. Но тебе самому нечем продолжать, да, это правда. Нечем пока что убивать этого Таурисана. Придется отдавать в него Шэдоу Болт вместе с Рефрешмент Вендором. И через ход сыграть своего уже, Императора Таурисана, Штан, точнее АЛЛАТ. Да, только опасно играть Лорда Джараксуса в такой ситуации. Не будет сыграть Лорда Джараксуса, скорее всего, в этой игре вообще. Да, именно об этом я хотел сказать. Показывается, Скажет или нет? Со статуей Ворона. Нет, не показывается. Пришли... Из одной статуи взял вторую статуи, из второй статуи взял силу природы. Что-то у нас печальное творится с... Со столом Штана удачи, потому что разбирается с этим столом. АЛЛАТ ставит Вестника Рока в темп, блокирует ход через Древо Войны для Штана. Все, я вижу. А сам получает возможность поставить Таурисана на пустой стол. Здорово, здорово. Все складывается пока что у Штана ждет... Точнее, у АЛЛАТа ждет Штан своего часа. Ферал Рейдж. Ну, приходится. Нельзя оставлять Таурисана на столе. Можно даже через Озарение поставить Древо Войны. Ну, естественно, здесь будет Древо Войны, на которое может пойти Сильвана, кстати. Если сейчас ПО топдекает АЛЛАТ, ну, не топдекает, конечно, это будет просто потрясающий для него ход. Рагнароса ставить нет особого смысла. Разрушителя Чар тоже. Разрушитель Чара, скорее всего, отправится на Малигоса. Пока нет Сайфона Соула. Ну и, наверное, просто тап Сильвана лучший ход в данной ситуации. Бранд Сильвана, может быть, даже. Бранд тебе сейчас не настолько принципиален, а это лишний контроль стола, который не помешает. Да, под Бранд играть особо нечего в данной ситуации. Еще один Хранитель Болот. Интересный ход сейчас, что сейчас именно выберет Штан. Разменивается с Брандом, идет в лицо. Нету добора, нету добора. Большая-большая проблема сейчас у Штана. Огромная проблема. Ой, Горный Великам, Шадоу Флэйм, Сильвану. Очень-очень хорошо это выглядит. Да, отрицающий. С которым штану будет очень тяжело разобраться. Вот единственное, кстати, возможно, и вин кондишен у Лока в такой ситуации. Это просто жиром заставить стол вот Великанами, Драконами, Рагнароссами и постараться именно через такой вот стол выиграть. Ну, тут находится у Рагнаросса Штан и при хорошем попадании будут проблемы у Аллада. Конечно же, есть ответ БГХ. Умирает 5-3. В ответ БГХ, если Рагнаросс попадет в лицо, можно играть Рено и как бы выигрывать игру. То есть главное, чтобы сейчас Рагнаросс попал в лицо. По факту. Это, скорее всего, будет победа для Аллада, если Рагнаросс попадает в лицо. Нет, попадает в Великану, но в любом случае, в руке у Штана только Мали. И больше ничего. Ты играешь БГХ, можно даже сыграть Рено в данной ситуации, просто чтобы иметь на старе хотя бы 4-6. Ну, немножко, наверное, опасно играть Рено в данной ситуации, но это тоже неплохо. Решает тапнуться, да, сыграет просто БГХ, Форсера. Да, это тоже очень хорошо. Ну, на следующий ход уже можно поставить своего Рагнаросса. И что делать в такой ситуации Штана удачи? Ставить Маликас и ловить на него, ловить на него Сайленс. Ну, ловить на него Сайленс и Рагнаросса. Да, просто не пришел добор в данной партии Штана. Мне кажется, я не вижу камеру Аллада, но есть ощущение, что он уже потирает руки, дергает своего разрушителя Чар. Он, на самом деле, очень усиленно думает сейчас. Ну, все, Сайленс плюс Рагнаросс и можно заканчивать эту игру. Не останется условий для победы у Штана. Действительно. Ну и Аллад, на самом деле, очень уверенно играет. Я пока еще не сужу о том, об окончании этой партии, хотя нам всем уже, мне кажется, все понятно. Сдается Штан удачи и Аллад! Вау! Это просто... Держивает победу в финале.